Так, пишет мне, что я вроде бы везде в эфире. Доброе утро. Нет, доброе утро. Люди, живущие в нём. Традиционно возвращаем, вернули традицию. По будням со вторника по пятницу утро с горбоч. Утренние эфиры. И говорить сегодня с вами будем о том, как жить в новом месте. Сегодняшний эфир будет преимущественно полезен для тех, кто сейчас живёт не дома. Кто вынужден был уехать в другой город, в другое место, в другую страну. И не очень понимает, как жить дальше. Не очень может найти в себе силы жить. Тоскует. Ощущает себя бомжом, бездомным. Не очень приятно об этом говорить, но да. И такие явления тоже, да, бывают. Не очень понимаю, видно ли у меня в фейсбук. Как-то в фейсбук особо... Ага, вот, вроде видно у меня в фейсбук. Да, наверное. Ну, раз лайк пошёл, то видно. В общем, сегодня будем говорить про дом вне дома. Вот основная сегодняшняя тема. Дом вне дома. Как вернуть себя в ресурс, когда вынужден был уехать. Да. Да. Для тех, кто присоединился, пишем, пожалуйста, «Доброе утро, мир» и люди, живущие в нём. Для тех, кто меня видит в первый раз. Я... Меня зовут Секлана Горбыч. Я психолог. Психолог на всю голову. Так, да. «Доброе утро, мир» вижу. Вижу свою банду. Вижу тех, кто пишет «Доброе утро, мир» и люди, живущие в нём. Ещё раз сегодня говорим. Не будет долгих вступлений. Я думаю, что это будет недостаточно короткий, может быть, эфир. Я вам предложу определённую практику, которая поможет, и вы сможете её поделиться с знакомыми и близкими, которые, возможно, уехали, либо которые приехали к вам, и вы видите, что им сложно, либо просто предложить им. Это такая практика, которая помогает вернуть себе силы и вернуть себе силы жить. Поскольку, когда человек уезжает из дома, даже если человек уезжает из дома, ну, не на экскурсию, не как турист, мир посмотреть себя, показать, да, а когда это, даже когда это запланированное, запланированный переезд, люди могут потом ещё долгое-долгое-долгое время мучиться ностальгией, долгое время чувствовать связь с местом, долгое время чувствовать себя на новом месте чужим, как будто бы, есть такое слово, не приживается. Чувствуют себя чужим, чувствуют себя ненужным, чувствуют себя не на своём месте, чувствуют себя, хочет домой, и как бы и домой не едет по каким-то определённым причинам. Но и в новом месте жить не получается. Ну, выживать, существовать, как-то тянуть лямку, но вот прям жить не очень получается. И это тогда, когда это был запланированный переезд, когда это было запланировано, я не знаю, миграция, или переезд в другой город, не обязательно другая страна, более того, иногда это даже переезд в другой дом в рамках одного города. А вот если мы говорим о переезде в другой город, либо вообще в другой регион страны, либо вообще в другую страну, да так, что это не было спланировано заранее, и вы знали, почему вы так хотите, и вы знали, почему вам так надо. Когда это было, встал, да, вскочил и улетел, вскочил и уедал, и это было вынужденное переселение, которое сломало вам планы, ощущение, что сломала жизнь, ощущение, что сломала. Ну, да, и я сюда не собирался, и мне сюда, ну, да, там, обстоятельства, война, вынудили, вынудили приехать, вот все эти вышеперечисленные мной спецэффекты в разы, в разы ярче, в разы сильнее, просто не дают, ну, да, человек живёт в режиме выживания, он как-то там существует, он как-то там живёт под полуроботом, потому что жить и дышать он там не может. У меня так знакомая в Штаты была вынуждена уехать, живёт ему уже 20 лет, а всё равно чувствует себя чужой, да, 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 вот это вот оно самое, когда всё равно чувствует себя чужой, причём ещё раз, это даже тогда, когда запланированный переезд, когда переезд не запланированный, спецэффекты, ощущение, что я бомжик, да, я теперь бездомный, дома у меня нет, здесь, где я нахожусь, дом я почувствовать не могу, а там, где мой дом, там нельзя по каким-то, да, ну, там опасно находиться, я бы сделал выбор уехаться туда, да, либо сделала, а не суть важна. Ощущение себя бездома, ощущение себя чужой, неприрастающей, ощущение, знаете, вот как, если мы говорим, оставим метафору, человек как дом, человек как растение, как, не знаю, дерево, да, классическая метафора, то это такое возникает у человека ощущение, причём в поле энергетически это так и есть, как будто бы, ну, нет у меня здесь под рукой дерево, как будто бы, вот, выдернули, и вот эти вот корешки, они пытаются найти почву, а почвы нет, и они пытаются дотянуться до какого-то, ну, дотянуться до какой-то почвы, да, дотянуться до какого-то, а не до чего дотянуться, и это как рыба хопает воздух, как рыба хватает воздух, только корнями, и невозможно дотянуться, невозможно укрепиться, а, соответственно, невозможно получить вот этот вздох энергии, получить силу, плюс такой специфер, когда душа осталась всё равно дома. То есть тело как будто бы переехало, а душа осталась дома, и человек живёт в таком состоянии разрыва, когда он разорванный между домом, который находится в опасной зоне, который стреляют, бомбят, не дай бог, и тем физическим своим относительно безопасным местом пребывания, где находится его тело. Жить в этом состоянии долго невозможно, ну то есть возможно, но недолго, поскольку это приводит, это кто смотрел эфир про травму потери, да, это травма потери, одна, один из её разновидностей травмы потери, когда мы теряем, когда человек теряет вот этот вот контакт, да, теряет возможность продолжать обмен, и всеми своими силами, всеми своими устремлениями, всей своей энергией, выхлёстывая туда огромное количество энергии для того, чтобы этот обмен поддерживать, и обмен поддерживать, ну, очень сложно, практически невозможно. Невозможно практически поддерживать обмен, потому что прежнего дома нет. У меня сейчас могут полететь там чего-нибудь, чего меня может захотеться кинуть, можно, да, но прежнего дома нет. Даже если он физически сохранился, да, даже если он не разрушен, дай Бог, чтобы дома были целые, даже если сохранилось физическое строение, и внутри стёкла не выбиты, и дом целый, и есть куда возвращаться, вы всё равно, даже когда вы уже будете возвращаться, да, вы будете, мы будем... Того прежнего города нет, есть другой сильно изменившийся, того прежнего дома уже нет, есть другой сильно изменённой энергии, да, с внесёнными определёнными изменениями, как следствие всего того, что происходит, как следствие войны, как следствие того, что происходит в этих районах, да, из которых мы уехали. И происходит следующая история. С каждым своим домом, с каждым своим городом, районом, страной мы всё время в обмене. Я что-то даю своей стране, я что-то беру от неё, что-то моя страна даёт мне. И это очень крепкое, это много... такое очень многослойное соединение и культуральное, да, и народное, как я часть народа, как я часть этой культуры, которой я дышу, да, как это семейные родовые, то есть какие-то истории, которые, там, глубокими корнями в роду уходят. У меня от пиродеса, моя, там, бабушка и прабабушка, это фамилия Михельманы. Да, то есть я, там, Светлана Корбыч, да, пару раз поменявшая фамилию по замужеству. А когда-то моя бабушка была Михельманой, это коренные-коренные-коренные одесситы, которые когда-то, там, до раскулачивания работали, заведовались известняком одесским. Да, то есть это глубокие-глубокие родовые корни. И тогда Одесса становится... Для меня, например, да, Одесса становится не просто городом, где я родилась, либо родила своих детей, а Одесса становится городом, где глубоко-глубоко-глубоко мои корни, где фамилия Михельман, где я никогда не работала с известняком, но я смотрю на известняк как на что-то своё родное. Да, это ещё один слой. Это социальный слой, когда здесь мои... Ну, в Одессе, да, здесь сейчас я в Германии, я не в Одессе, когда в Одессе есть одесский юмор, какие-то одесские места, где мы сидели с друзьями, с подругами, когда есть коллегиальная какая-то среда, в которой мы там делали какие-то проекты совместные, тусили, общались. Да, это вот социальный слой, это личностный слой, когда есть каждый там... Ну, каждый, не каждый, я не могу похвастаться, что за всю жизнь была во всех уголках Одессы, да, но вот возле этого дерева мне первый раз предложили встречаться, предложил мальчик встречаться, когда мне там было, не помню, сколько там лет, 14-15. А вот возле этого дерева, или там возле этой трубы водопроводной, мы детьми там кувыркались, а возле вот там тюрьмы и кладбища мы там бродили. Я просто выросла возле тюрьмы и кладбища, так стоят кладбища, тюрьма и тут дома. Да, вот здесь мы играли в казаки, уж простите, играли в казаки-разбойники. И вот такие вот цехи личностных, да, личностные воспоминания. А вот здесь там я переехала, сделала ремонт сама, это был мой самый первый ремонт, который вообще сделала сама, я поверила в то, что я могу мир свернуть, раз уж я с ремонтом справилась, да. И это многослойная связь, это очень многослойная связь, когда человек этими, да, вот коньями прорастает на разные уровни почвы, на разных уровнях идёт связь со всем своим местом. Я таки говорю про РП, да, не смогу туда вернуться, да, потому что это будет уже совершенно, когда отстроят, а у меня абсолютно уверенность, то есть это вопрос времени и цены, цены не только про деньги, тут какие-то совершенно безумные цены платятся за это, но у меня абсолютно уверенность, что это всё отстроится, отстроить можно всё, людей не вернуть, то это будут всё равно энергетически другие города. И получай, да, энергетически другие здания, другие, да, какие-то совершенно другая связь. И вот прежнего места, получается, когда человек вырывается, да, есть что-то, что я давала этому городу, этой стране, есть что-то, что я брала, мне страна что-то давала, и потом человек вырывается и оказывается в другом месте, и он всё время пытается получить от страны то, что получал раньше, от дома, от города, то, что получал раньше. Ещё раз, я говорю про получить от страны, когда, да, я не говорю про какую-то там допомогу, да, про какую-то помощь материальную, я сейчас вообще-вообще не про это, я про тот обмен, да, про то, что делала это место моим домом. И пытаешься получить вот этот энергообмен, дотянуться до старого ощущения своего дома, а его нет. Его больше, ну, ещё раз, даже если строения стоят, уже другая, там уже что-то меняется, и человек испытывает вот то, что называется ностальгия, только сейчас это уже не ностальгия, сейчас это уже тоска, да, у людей тоска, у людей бывает бессилие, у людей бывает депрессия, потому что, и они считают, что вот это бессилие и депрессия, оно связано с тем, что вот я уехала из дома. На самом деле это связано с тем, что я уехала из дома, но энергетически пытаюсь ещё вот эту подпитку домашнюю взять, а эту подпитку домашнюю брать не получается, потому что там идёт смена энергии уже, и в это место я выхлёстываю энергию. Я как будто бы уехала не полностью. Я как будто бы уехал, я там ногами ушёл, а сердце моё осталось и живу там. И с одной стороны, это кажется верным и логичным. Мы выехали, большая часть выехала с тем, что как только закончится, как только будет безопасно туда вернуться, и какой смысл забирать оттуда свою душу, и моя душа всё равно остаётся там. Я думаю, что у многих из вас эти мысли сейчас созвучны, что как-то я там душу, да, и там и есть моя душа. Но вы таким образом, то есть человек, который оставляет себя в растяжке, человек, который оставляет себя в растяжке, вам не понравится то, что я скажу, но вы туда больше не вернётесь. Ещё раз, вы никогда больше туда не вернётесь. Вы вернётесь, я вернусь в Одессу, но я вернусь в Новую Одессу. Кто-то вернётся в Ирпень, но это будет Новый Ирпень. Вы вернётесь в Киев, это будет Новый Киев. Вы вернётесь, не знаю, в Хмельницкий, в Харьков, да, в Днепр. Ну кто откуда уехал? В Херсон. Но вы вернётесь в новые города. Вы вернётесь в города, которые вы будете отстраивать. Вы, мы. Вернётесь в города, которые уже другие. И для того, чтобы вернуться в города, которые уже другие, в мою Одессу, в мой Киев, ну мой Киев, просто я Киев люблю, не меньше, чем Одессу, но по-другому. Вот Одесса для меня – это барышня, а Киев – это мужик. Да, но в другие. И для того, чтобы вернуться потом, ну кому важно, кто решает вернуться, да, кто-то, может быть, решит не возвращаться тоже. Такое тоже имеет место быть. Но я реалист. Да, и можно там говорить предатели, не предатели, но каждый будет выбирать по той силе и тому ресурсу, который есть. Так вот для того, чтобы потом туда вернуться, нужно иметь силу жить, нужно иметь витальность, нужно иметь вот эту выживаемость. Выживаемость. Не просто выживаемость, не просто выжить и жить функцией, а нужно иметь силу дышать, силу жить, и силу потом что-то с вот этим делать, как-то с этим обходиться. Для того, чтобы иметь силу жить и как-то с этим обходиться, нужно вначале собрать себя и начать эту энергию брать. Пока что большинство людей находятся в состоянии бессилия, находятся в состоянии такого не понимая, это оторванности, вот эти вот оторванные корешки и, соответственно, я не говорю все, но большинство людей и вылетают вот в эту беспомощность, не бессилие, беспомощность, правильно слово, и вылетают вот в эту беспомощность в новом месте, в новом стране, продолжая сливать энергию на попытку получить от своей страны, от своего дома, который меняется с катастрофической скоростью, не имея возможности, не беря тот ресурс, ту энергию, которую он может взять в том месте, где он был, где он находится сейчас. Это всегда происходит, когда человек уезжает, или потому что война. Это всегда происходит, когда человек уезжает, потому что война это в ста крат усиливается, потому что иногда человек уезжает по своей воле. Но я когда-то переезжала в Израиль. Те, кто меня смотрит, вы знаете, я 10 лет жила в Израиле, и потом вернулась в Украину, потом приехала в Украину. Так вот в Израиль я ехала по своей воле. То есть мы там делали документы, мы собирались, и мне было 20 лет, и мы уехали в Израиль. Я очень люблю Израиль, очень люблю Израиль. Но первые три года я тосковала безумно. И буквально незадолго до того, как тосковала за Одессой. Я знала, почему я в Израиле, я понимала, что... Ну, я помнила ещё, почему я туда приехала. Но я тосковала невозможно. И буквально там за два месяца до того, как я поступила в институт, я устраивала мужу своему первому истерики, а истерии всё, домой. Да, собираем сумки, погнали домой. Потом прошло время, потом я... Да, я не знала ещё тогда этих механизмов. Я вам скажу больше, когда я вернулась в Одессу, это долгая история, не буду рассказывать это долго, но я не возвращалась в Одессу. Я приехала на две недели, потом закрутились определённые события, из-за которых я осталась. То есть я не знала, что я возвращаюсь в Одессу, когда я в 2009 году в Одессу прилетела. И когда я достаточно долгое время тоже была вот в таком непонимании не здесь, не там. Вот это вот состояние оторванности не здесь, не там. Потом я согласилась вот так стоять. Слава Борисовна, ты в Одессе, да, и давай пускать корни. И вот даже когда человек уезжает, он пытается получить какую-то новую, какую-то подпитку от своего дома, а это перестёт работать. И вот так появляются, ой, вот тут берёзки красивые, а вот тут верба красивая, да, верба — это верба? Ива, ива, верба, да, а вот тут верба, а вот тут колына, а вот тут мне хочется там какую-то вертуту, а вертута вкус другой имеет, а тут мне хочется сало, сало другого вкуса, извините. Да, и вот эта вот тоска, которую пытаются заполнить какими-то якорями, а якоря не срабатывают, это попытка получить у своей страны ту энергию, которую у своего дома, ту энергию, которой я когда-то питалась, а её там нет, она не даётся. И правильным решением в этом месте разделите, услышьте, пожалуйста, опыт, да, которым получали душу, энергию и само место. И разделить это. Для чего это разделить? Для того, чтобы начать получить возможность и начать получать ресурс и получать энергию в том месте, где вы находитесь. Это похоже на жгут, да, но это жгут с пересадкой. Те, кто смотрел эфир про эфир, либо, возможно, вы были в аквариуме, когда я делала работу с травмами потери, рекомендую пересматривать, да, повязки менять надо, жгуты менять надо иногда. Это для того, чтобы возможно было начать впитывать в себя энергию того места, где вы находитесь, перестать сливать энергию, да, запрашивать то, что вы получить сейчас не можете, и жить. Есть такая идея, она сейчас очень активно питает, она вполне логична, но только, на мой субъективный взгляд, бесполезна. Да, есть такая идея о том, что как можно сейчас говорить о жизни, когда другие умирают, да, когда такие кошмары были в Буче, в Гастомеле, в Ирпене, мы ещё не знаем, что, да, ещё страшно предположить, что мы ещё увидим. Дальше я даже боюсь смотреть, ну, окей, я смотрю в эту сторону, да, но и есть такая вот история, про то, что как вообще можно говорить там про жизнь, про ресурс, про радость, да, когда такой кошмар творится. А теперь просто, ещё раз, в меня можно сейчас чем-нибудь пульнуть, но, в принципе, с этим я справлюсь. А смысл тогда был этим людям бороться, справляться, страдать, погибать, чтобы те, кто выжили, не жили? А смысл тогда не поможет тем, кто страдает. Это та основная мысль, которую мне очень хочется донести, и это то, про что я буду говорить. Бесполезно. Не поможет тем, кто страдает, если рядом будут страдающие. Тем, кто страдает, помогают те, кто в ресурсе, те, кому есть что дать. И те, кто сейчас находятся в относительной безопасности, основная задача – накачивать себя ресурсом, чтобы было чем делиться, работать, чтобы можно было делиться, а чтобы были силы работать, включать в себе какие-то, да, радость в том числе. Не знаю, птиц слышите? Плохо слышно, наверное, в эфире. В телеске утром прям орали, прям пели. Слушать, не знаю, слушать птиц, дышать, покупать себе что-то, да, делать что-то, делать что-то, чтобы было хорошо мне сейчас. Потому что когда мне хорошо, настолько, насколько это возможно. Мне есть чем поделиться. Мне есть что дать. А если я хожу, и меня рвёт в лохмотья, да, так чем я могу поделиться, кроме лохмотьями? Пускать корни, да, у нас в Латвии многие русские всю жизнь живут без корней, не любя страну, не дыша. И это не, ну, это функционал такой, да, это не про жить. И они, скорее всего, не про то, что они не любят страну, да, а про то, что они просто в растяжке находятся. Потому что если ты живёшь и не любишь страну, то это, конечно, печаль вселенского масштаба я не преувеличиваю. Жить в стране, которую ты не любишь, это не жить. Помогло мне понять, что моя потеря было моё будущее. Да, мы потеряли, мы будущее потеряли, мы потеряли не будущее, мы потеряли идею о будущем, мы потеряли то будущее, которое мы планировали, мы потеряли и люди о будущем. Просто наше будущее другое, но оно-то есть. И тоже я делала в аквариуме, я делала практику, ну, пролистаете те, кто в аквариуме, те, кто не в аквариуме, есть ссылки, можно запросить ссылку. Я там каждую неделю провожу большую, сейчас коллективные работы провожу. Есть там работа, связь с новым будущим, потому что это новое будущее есть, туда бы надо дойти. И вот это важно, начать получать ресурс и брать ресурс, и брать энергию с того места, где вы находитесь, и вступать в обмен с ним, с этим местом. Это не про отречься от Родины, это не про отречься от дома, но это про жить, жить сейчас, заботиться о своём ресурсе, с тем, что да, потом мне будет чем делиться. И я вам предложу небольшую практику, которая, на мой взгляд, в большом формате, возможно, мы будем делать в аквариуме в следующую среду. И я сейчас делаю целый проект, как раз направленный на людей, которые переехали, переехали в свою безопасность, и которым важно начать жить. Телеска нет, телеска – это не аквариум, телеска – это пока ещё для тех, кто в проекте терапии шоковых травм либо социальное мужество. Вот там я даю телеску. Это в 6.30 утра по Европе, потому что я в Европе, два раза в неделю телеска – это там. То есть сегодня, что мы сегодня, четверг, да, вторник, четверг. А телеска – это не аквариум. У меня пока не очень есть сил делать ещё дополнительно открытую группу по телеске, хотя я об этом думаю. Скорее всего, я в ближайшее время это сделаю. Но вот на этой неделе точно нет. Может быть, будет на следующем, не знаю. Я уже не первый день думала сделать открытую телеску, но у меня пока реально не хватает ресурсов сделать всё то, что я делаю. Я к своему ресурсу стараюсь бережно относиться. Это то, чем я потом делюсь. Окей, то, что я предлагаю вам сейчас сделать. Ещё раз направлено, это сейчас преимущественно на тех людей, которые, ну, либо вы смотрите и знаете, с кем поделиться, да, либо это, если вам актуально, если вы находитесь сейчас не в своём доме, если вы находитесь, если вы выехали либо в другую страну, либо в другой город, в другой регион Украины, и вот есть вот это ощущение оторванности, я буду использовать слово «страна». Вы можете использовать слово «город», район, регион, да, то, где вы находитесь. То, где вы находитесь. Окей. У меня здесь разложены печеньки. Я сейчас не буду, конечно, не буду поворачивать телефон, потому что у меня такая странная очень конструкция. Вы можете взять, можете ничего не брать, вы можете просто представлять. Если вы хотите, вы можете взять совершенно любые предметы. Вот у меня есть, например, чашка, да, у меня есть тут ручки. Можно взять любые предметы и разложить предметы. Можно просто представить, как вам это будет удобнее. Представьте, пожалуйста, себя, вот, да, почувствовать себя, чтобы поставить на пол, почувствовать позвоночник свой и либо назначить какой-то предмет. Ну, например, видите, у меня есть такая чашечка. Либо можно просто представить, как фигуру. Например, Украина. Вот если бы Украина сейчас была как большая человеческая фигура. Можно представить Украину. Либо город, да, Одесса, например. Либо Акиль, Харьков, Херсон. Там, откуда вы родом, да, откуда вы уехали. Представить и вот смотреть на эту фигуру и дышать. Да, пока что смотреть и дышать. Есть я, есть Украина. Да, это даже не беженцам полезно, мне очень актуально. Привет. Есть я, есть Украина. Есть я для кого-то, есть какая-то другая страна, возможно, тоже, да. Есть я и есть страна, откуда я приехала. Я когда-то похожую работу делала с Израилем. Когда я после Израиля приехала в Украину, я аналогичную работу делала с Израилем. Ну, чуть-чуть по-другому, пока меня погустело. И поставить другое место, другую страну, где вы находитесь. Например, в моём случае, я сейчас нахожусь в Германии. Вот есть я, Украина, Германия. Да, либо я могу ещё поставить Израиль. Сколько? Очень долгое время. Очень долгое, ну, 10 лет я прожила в Израиле. И подышать вот в сообществе этих мест. Возможно, если вы находитесь в рамках Украины, например, да, поставить, не знаю, там, Одесса и, возможно, вы в Львове, либо Ужгород, да, либо, ну, какая-то там местность западной Украины. Поставили. И посмотреть на Украину. Подышать, попроживать, почувствовать стопы, попроживать все эти чувства, которые сейчас поднимаются, поднимаются сейчас болезненные чувства. И сказать Украине. Ну, ещё раз, я, это, да, для меня это страна, потому что я выехала, я нахожусь в другой стране, я в Германии. А для вас это может быть страна, может быть город, да, может быть местность, из которой вы выехали. И сказать, всё, что ты мне давала, я взяла. Спасибо. Ощущение дома, да, возможность построить бизнес. Я Украине очень благодарна, я прям чувствовала эту подпитку, энергетическую подпитку с земли, когда я строила свой бизнес. Который тоже, в принципе, сейчас в большей своей части несёт серьёзные изменения, серьёзную трансформацию. Я там родила детей в Украине. Двое моих детей и сын и дочь рождены в Украине, в Одессе. Я там выходила замуж. Я там влюблялась. Я гуляла возле моря. Когда я родила дочку, у меня было очень тяжёлое финансовое положение, и Украина была та, которая меня поддержала. Потому что сейчас-то, наверное, звучит странно, но то пособие, которое давала Украина на рождение второго ребёнка, на рождение первого, потому что старший уже был в совершеннолетний, на тот момент это была та сумма, под которую я отдал уже в Владимире. И меня поддержала Украина. Одна из причин, почему я сразу, практически сразу начала платить налоги. Всё то, что ты мне давала, я взяла. Спасибо. И всё то, что я тебе давала, бери, пожалуйста. Это твоё, это навсегда. Даже если сейчас-то там что-то меньше даю, да, перестаю давать, ну, так, я меньше, то есть я плачу налоги там в той же мере, да, ну, просто общая сумма дохода сейчас меняется, и, соответственно, меняется сумма налога. Правда, я увеличила сумму благотворительности. Ну, это так вот. Это лирика. Всё, что я тебе давала, да, либо ты дала, бери, пожалуйста. Это твоё, это навсегда. Ты моя первая страна. Ну, если, да, если это та страна, в которой вы родились, да, ты моя. Если это страна, либо город, в котором вы не родились, ты мой второй город. Например, если бы я родилась, там, знаешь, в Киеве, потом бы жила в Одессе, да, то Одесса была бы вторая город, там Киев был бы первым. Ты моя первая страна. Спасибо за всё то, что дала. И спасибо, что взяла то, что я могла дать тебе. И потом... Да, и у меня был с тобой разный опыт. И можно перечислить этот опыт. Да, о том, что я родила детей, я стала хорошим психологом. Психологом я стала в Украине. Для меня это очень ценно. Да. Я служила вот тем-то и тем-то. Да, я вышла замуж, встретила любовь свою, там, создавала семью, построила дом. Вот весь этот самый значимый, ценный опыт, который я цела в Украине. Да, спасибо тебе за это. Спасибо. Свой опыт с вот этим местом, вот с той, ну, Украиной, которая была до войны, да, это то, зачем мы тоскуем. Мы тоскуем за местом, которое было бы войной. Свой опыт с тобой я завершаю. Свой опыт с тобой я завершаю. Это тот самый жгут. Это то самое признание потери, да, остановить кровопотери. Я завершила этот опыт. Потом будет другой. Но сейчас вот тот опыт с тобой я завершаю. И свою душу я забираю себе. Это как у межструктуры ранней любви и сексуальности. Да, есть такая история, ранние романтики, они когда любят, они отдают сердце и отдают душу. А любить можно из своего сердца. И что-то делать я могу из своей души. И это звучит романтично и патриотично, но только бестолково. Ну, бестолково в смысле толку от этого нет. Не бестолково в смысле глупо, а бестолково в смысле толку от этого нет. Я могу быть полезна, я работаю душой, моя душа должна быть со мной. И тогда я могу из своей души делиться. И тогда я могу из своего состояния что-то делать, задавать. И тогда я могу из своей души, да, из своей души делиться, из своей души что-то делать хорошее и толковое. То, чего будет какой-то толк. Может быть, звучит очень смешно и функционально, но именно так это работает. Нет смысла, нет толка, нет смысла, если вы находитесь где-то с разорванной душой. Это звучит ещё раз патриотично, героично, романтично, но только пользы от этого нет ни вам, ни тем, кто рядом, ни тем, кто в Украине. И посмотрите на то место, в котором вы сейчас находитесь. Ну, то есть, в моём случае это Германия сейчас, я в Германии. С Германией у меня, правда, отдельные тоже отношения похожи. Когда-то я пообещала Германии, что я вернусь обязательно. В 2019 году, когда я уезжала из Германии, после 10 дней нахождения, 7 дней, 10 дней, по-моему, я обещала, что я обязательно... Да, 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 Валерия, даже если потом вернётесь. Не даже если, а вернётесь. Всё равно я этот опыт завершаю. Потому что, когда я вернусь в Одессу, это будет другая Одесса. Она будет с тем же морем, с тем же запахом, с теми же улочками, да, с теми же людьми. Но будет что-то по-другому. Это будет послевоенный, Отец. А война – это тот шторм, который меняет много и сильно. Конечно. Именно потому, чтобы вернуться. И вернуться живой, в ресурсе, и иметь возможность быть чем-то полезным. Я опыт завершаю. Да, вот этот опыт завершаю. Потом я буду выстраивать новый опыт. Это очень, пипец как больно. Очень больно. Я в последнее время... Няша, ты не прав. Извините. Уйди, зверюшка. Я в последнее время, как-то мало у меня получается делать таких, знаете, эфиров, либо работа там, где не больно. Но сейчас в поле боль. Сейчас с этой болью нужно как-то обходиться, как-то взаимодействовать и как-то что-то с этим делать. Но может быть острая, сильная боль, и она потом купируется, да, чем вот эта вот продолжительная, долгая боль. Это больно, но этот опыт я завершаю. Я потом вернусь, да, я могу вернуться. И вы как только вернётесь, вот эти вот все корешки, которые мы сейчас забираем, да, чтобы, ну, начать получать ресурс, они там быстро, ну, это же своя почва, оно там быстро разрастается, моментально, но сейчас нужно, да, жить и выжить. Вот колбасит, ноги прям горячие, отпустила свою родину, даже не знала, что там дыра. Да, маминка, да, там дыра. Посмотрите сейчас на то место, где вы находитесь. Посмотрите на то место. Ну, то есть на то место, я имею в виду там не на стол посмотреть, но это прям стол с печеньками. Я буквально сегодня с утра, чтобы меня не порвало в эфире, собака класс, это был кот. Собака была внизу, а вот это вот прохождение мимо, это был кот. Я буквально утром, перед тем, как выходить в эфир, проделывала это ещё раз с собой, да, для того, чтобы, ну, чтобы выдержать, чтобы тут не порваться в эфире, чтобы в эфире не порвало меня. У меня тут печеньки лежат, я на них смотрю периодически, да. Вы можете поставить предметы, я оставила в печеньках, либо ещё раз представить, вот у меня фигуру Германии, например, да. И склонить голову. Склонить голову – это как поклон уважения. Знаете, вот мы когда приветствуем, да, мы там говорим «Привет». Вот когда мы говорим «Привет», у нас же автоматически почти голова вниз, да. Вниз – это вот «Я тебя приветствую». И вот сделать это, ну, склонить голову и сказать «Ты страна, которая меня приняла», либо «Ты место, которое, да, ты город, который меня принял, ты область, которая меня приняла, ты местность, которая меня приняла, ты страна, которая меня приняла. Подставить ручки и сказать «Дай мне». «Дай мне» и то, что вы ждёте от этого места. Не знаю, возможно, там какая-то социальная помощь. Я не знаю. Да, возможно, это медицинская помощь. Возможно, это жизненная энергия. Возможно, тоже будет. Это здорово. У нас нет солнца, но птицы поедут. Да, возможно, это жизненная энергия. Возможно, это радость. Возможно, это спокойствие. Я не знаю. Вот это то, что вам нужно. Да, вот поставить ручку и сказать «Дай мне, пожалуйста». Ты место, ты страна, которая меня приняла. «Дай мне, пожалуйста». «Дай смотри на меня благосклонно». Либо «спотри на меня». Ну, «прими меня благосклонно, когда от тебя пришла». «Смотри на меня благосклонно, когда от тебя пришла». И вот с вот этим поклоном уважения, ещё раз, это не про… Это просто уважение. Мы когда уважаем, мы сжимаем руку с поклоном. Мы встречаем с поклоном. Это склонить голову в уважении. Сохраняя своё достоинство. Дай мне, ты большая, местность точно большая. Какой бы это ни был город, какая бы это ни была деревушка, ты точно больше, чем один человек, точно больше, чем я. Ты страна, которая меня приняла. Дай мне, пожалуйста, и положить это. Я не знаю, то, что вы ждёте от этой страны, от этого места. Смотри на меня благословно, когда я тебя пришла, смотри на меня благословно, когда я беру, принимаю твои дары. И положить это с глубокой благодарностью, взять это. Взять это. Сейчас то время, когда не просто можно, нужно брать то, что даёт. Взять это. Ну, то, что даёт, в рамках того, что надо. Да, то есть сейчас мне не произвели что-то. И потом, вот это обратное движение, сказать, я даю тебе. Да, бери. И перечислить, что вы можете дать этому месту. Да. Я могу. Я даю тебе сейчас смех моего ребёнка. Смерть, когда моя малая смеётся. Да, там, смех моего ребёнка. Я даю тебе. Смех. Да, бери. Пусть смех моих детей пока здесь наполняет твои просторы. Я даю тебе уважение. Возможно, вы можете начать работать. Я даю тебе свой труд. Да, я даю тебе пользу, которую я могу принести. Не знаю, возможно, у меня есть знакомые, которые там работают уже. Кто-то уже делает маникюр. Кто-то уже делает голову, господи, там, прически. Кто-то уже работает учителями, там, украинского языка, английского языка. Работает уже с детками. Кто-то волонтёре. Да, мы что-то даём. Кто-то, как была в Польше, по-моему, да, в Гданьске, поубирали. Вышли люди наши, украинцы, там, поубирали, благодарность, поубирали парк. Есть что-то полезное, что мы этому месту можем дать. И это важно. Не знаю, молитва, может быть, да. Я даю тебе, бери. И попробуйте вступить в обмен с вот этим местом, где вы находитесь. Да, взять в дар то, что даёт страна, либо место, в котором вы находитесь. И что я могу тебе дать? Чем моё пребывание в этом месте может быть, ну, хорошим для тебя? Да, я могу, ну, я в этом мире, я психолог. Я могу помогать людям становиться счастливее. Да, сопровождать людей к улучшению их жизни. То, что я хочу и собираюсь делать, это программы для переселенцев, которые будут помогать, это то, что я реально в ближайшее время занимаюсь этим, программы для переселенцев, которые будут помогать выводить людей в ресурс, выводить их в жизнестойкость, в жизнеспособность, в жизнелюбие. Да, то, что будут помогать людей делать, ну, устойчивыми и адаптивными. Это то, чем я могу быть полезна и в своей первой стране, и в местах, где я нахожусь. Я могу заботиться о том, чтобы дочкин смех наполнял эти просторы. Я могу заботиться о том, чтобы, не знаю, мои молитвы, либо мои практики дополняли что-то, да, делали что-то хорошее в этом месте. Есть что-то, что я даю. И попроживать этот процесс и почувствовать, что происходит с вами, с вашим телом, когда вы впускаете в себя, когда вы начинаете вступать в обмен с вот этим новым местом. В начале это может быть больновато, да, но вы на каком-то этапе обнаружите, что у вас появляются силы в этом месте, что у вас появляется энергия, что у вас появляется ресурс, что вы можете жить. И это не означает, что вы потом не сможете вернуться в свою первую страну, в своё первое место, да, в свой город, в свой дом, откуда вы уехали. Отнюдь. Но это место, где мы можем начать вступать в обмен, жить, быть полезны, накапливать ресурс. Поверьте, этот ресурс ещё понадобится не один раз. И ещё должно быть что-то, что, да, над чём и возрождаться Украина будет, и города будут возрождаться, и народ в целом. Дух захватывает. Это хорошо. Окей. Это то, что, та практика, которую мне хотелось поделиться с вами, делитесь ей со своими знакомыми, переселенцев, людей, которые переехали, гигантское количество. Гигантское количество находится в бессилии, потому что пытаются удержаться там, где сейчас удерживаться, ну, не сложно, да, мало реально, потому что меняется всё. И при этом теряют свой ресурс, теряют свою энергию, не могут стать и быть полезными себе и своим окружающим, и своей стране в том числе. Поделитесь с этими людьми, поделитесь эфиром, проделайте, возможно, ещё раз, если вам это понадобится. Это очень здорово помогает сделать вдох. Я, на самом деле, с вами в этом, с вами в одной лодке, да, потому что, несмотря на то, что я достаточно быстро выехала, ну, у меня были инструменты понять, что конкретно мне нужно делать, да, я так же самым выехала совершенно неожиданно, совершенно не планируя, и так же самым прохожу, перед тем, как что-то сделать с вами, прохожу, привожу себя в порядок, понимая, что да, это работает, вот это работает, вот это, вот это, вот это, вот это мне даёт ресурс, и тогда уже делюсь с вами. Посему на сегодня всё. Очень надеюсь, что эта практика была полезной. Делитесь ей, пожалуйста, делитесь эфиром со своими близкими и знакомыми. И встретимся с вами завтра. Вам хорошего дня. С вами была Слава Горбич, психолог на всю голову. Пока-пока.